Не знаю, как так получилось, но в моей коллекции пустых стволов нет. Все они упакованы от приклада до мушки, и самое главное, это функция. Вообще говоря, я не любитель украшательства, и самая большая красота, это, наверное, высокая производительность и эффективность. Поэтому главный критерий, это не внешний вид, а практичность. Все, что может быть улучшено, должно быть улучшено. Итак, моя задача. Построить карабин для состязания с самыми продвинутыми карабинами, сделав все возможное для повышения кучности, эргономики и уменьшения отдачи. И, и, чтобы потратить при этом мыслимое количество денег. Короче, не за миллион. Строить его я стал под триган, и это было как раз в пору тотального дефицита арок. Единственные доступные шмайсеровские арки от вязких полян закончились, а новых арок еще не было. И я решил пойти путем опытных карабинщиков, используя их наработки. Поэтому базой стал Vepre 125. И сразу скажу, что моя попытка уменьшалась успехом. Через год даже концерт Калашников выпустил в серию свой кастомный карабин «Сварок», используя не только ту же самую схему построения карабина, но и точно такие же комплектующие. Техническая часть. Регулируемая газовая камера. Во-первых, она нужна, чтобы снизить количество пороховых газов, поступающих в газоотводную систему из канала ствола. Это важно. Автомат Калашникова и все его потомки изначально сконструированы так, чтобы газовая система получала избыточное количество газов. Затворы рама со штоком с такой силой циркулируют в коробке, что пробивают любое загрязнение вместе с нагаром и песком. Именно это обусловило надежность работы АК. Но минусом перегазовки является излишняя вибрация, излишняя отдача и излишний износ оружия. В спорте это не годится. Поэтому регулируемая газовая камера. А еще лучшее это работает вкупе с облегченной затворной группой. То есть более легкая рама плюс титановый шток, который также значительно легче штатного стального. Плюс облегченная возвратка. Таким образом и происходят чудеса. В комментариях частенько читаю, мол, что там за тупая стойка у вас всех? Почему приклад еле приставлен к плечу? Там же отдача. А нету отдачи, ребят. Нету ее. Классная отдача. Там затворная рама не только не бьется в заднюю часть коробки. Она вообще до крайнего заднего положения не доходит. А после этого не долбит в казенник ствола при возврате. Какая тут отдача? Кстати, мало того, что отдачу убрал, я еще и штатную арматуру крепления мушки заменил на цанговый зажим. И тем самым убрал пережатие ствола. На обычном калаше кучность вопрос третий. Поэтому арматуру и зажимают так жестко. А на соревновательном карабине один из главных вопросов кучность. Поэтому, поставив новую камеру на цанге, я поставил еще один плюсик в копилку кучности. Что еще интересно, если не нужна тебе супер мягкая отдача и хочешь вернуть супер надежность, сделал три оборота на газовом регуляторе и получил супер надежность обратно. Стреляй в мороз с грязью и песком на здоровье. Кстати говоря, о функциональности. Одно из преимуществ на карабине, которое можно получить, это быстро перезаряжаться. Я установил рычаг быстрой смены магазина. Нажал, магазин выпал, не нужно ничего отсоединять, сразу вставляешь второй магазин. Но у этого решения оказались и недостатки. Оказалось, что при выполнении упражнений на соревнованиях можно зацепить этот рычаг и просто-напросто потерять магазин. Потом вскинутся, а у тебя магазина нет. В карабине не так уж и часто приходится перезаряжаться. На некоторых соревнованиях ты вообще за весь матч ни разу не меняешь магазин. Поэтому, несмотря на все плюсы быстрой и удобной перезарядки, я решил снять этот рычаг. Конечно, сразу в глаза бросается вывешенное цевьё SAG. Как видите, формулирую как вывешенное цевьё, а не вывешенный ствол. Кто знает, в чем разница, тот знает. А кто не знает, тому и не надо. Этот апгрейд в копилку и кучности, и эргономики, чтобы оптику было на что поставить и сошки. Можно смело назвать решение АЦАГ не цевьём, а шасси, так как там встроена длинная рельса Пикатинни с выводом на ствольную коробку. А внутри установлена подвешенная на штифте газовая трубка. Она минимизирует контакт ствола с остальной газовой системой. Блин, объяснять зачем в этом видео будет долго. Есть тема гармонических колебаний ствола. Короче, такая магия, что это на отдельный ролик. А сейчас просто запомним, что это еще один плюсик кучности. В связи с моим отъездом я этот карабин продаю. И он сейчас находится в магазине Рус Дефенс, который находится в мытищах. И для того, чтобы узнать, что сколько стоит, заходите по ссылке в описании. ДТК. Это настраиваемый тормоз-компенсатор от Буллитек. И, на мой взгляд, эффективней того, что стоит на Свароге. Но дороже. У СМ тоже Буллитек. На Свароге стоит вообще кирзовый УСМ от обычной Сайги. Для спорта он просто не годится. Но думаю, что в Ижевске не стали с этим заморачиваться просто-напросто потому, что, во-первых, это дорого. Во-вторых, сложно возиться с его настройкой. Мой, конечно, намного лучше штатного. Еще один элемент – расширитель приемника магазина. Позволяет не смотреть на карабин во время смены магазина. Очень полезная вещь. Приклад из движной и складной одновременно. Сложил и транспортирую его в маленьком чехле. Арки завидуют. Труба от Кастома. Приклад от ДЛЖ с регулировкой длины и щеки. При использовании оптических прицелов помогает здорово. Ну и еще один козырь. В базе не Сайга, как на Свароге, а Вепрь ВПО-125 с пулеметным хромированным стволом и тяжелым контуром. Ствол более толстый, а значит более живучий. Этот ствол меньше перегревается и лучше держит ноль. На наших дешевых патронах он проживет долго. Вот так вот я выжил все самое лучшее из АК-платформы. И при этом по некоторым параметрам, таким как цена, живучесть ствола и отсутствие отдачи, он превосходит даже самые топовые арки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова